Всем привет, друзья! Сегодня будем с вами делать заготовки завтраков. Очень удобно, когда хочется что-то вкусненькое с утра, а готовить нет сил или настроения. Я напоминаю, что все ингредиенты будут в описании под видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить этому видео лайк и погнали! Начнем с сырников. Сделаю как сладкий, так и не сладкий вариант. Для сырников я предпочитаю брать творог в брикете от 1 до 5% жирности, потому что в таком твороге меньше сыворотки и такие сырники будут держать форму при минимальном количестве муки во время обжарки. Добавляю к творогу муку, у меня обычная пшеничная, 2 яйца, замешиваю творожное тесто. Затем делю на 2 части. Одну сделаю побольше, это для сладких сырников, вторую, соответственно, поменьше, это для несладких сырников. В сладкое тесто в этот раз добавлю только сахар, но можно добавить и изюм, и шоколад, и ванильную пасту. Формируем сырники при помощи стакана. Для несладких добавляю соль, сыр и зелень. Перемешиваю, также формирую при помощи стакана сырники. Не забываем посыпать досочку мукой, чтобы наши сырнички не прилипли. Отправляю эту красоту в заморозку. Моя семья сырники очень любит, и для нас это всего на пару завтраков. Далее сделаю фаршированные блинчики. Заморожу и с начинками, и еще оставлю просто без начинки. В миску разбиваю яйца, добавляю соль, сахар. Я люблю сладкие блинчики, даже когда внутри не сладкая начинка, поэтому сахар добавляю побольше. Вливаю немного молока и перемешиваю. Для теста я всегда беру теплое молоко, слегка подогреваю его в микроволновке. Всыпаю муку, перемешиваю. И потом доливаю молоко, в самом конце добавляю растительное масло. Тесто готово. Надо оставить его на минут на 15 при комнатной температуре. Затем жарим блинчики. Я это сделала за кадром. Ну тут ничего необычного. На разогретой сковороде с двух сторон обжариваю. Для первой начинки пожарим лук и фарш на небольшом количестве растительного масла. Добавляем соль и специи. У меня, к слову, блин достаточно большой, 30 сантиметров в диаметре, поэтому вполне такая хорошая порция фарша сюда пойдет. Сначала смазываю блин соусом. У меня это социбели. Можно заменить кетчупом. Затем добавляю фарш и сворачиваю. Затем начинка с сыром и ветчиной. В идеале ветчину также натереть сыром, но у меня попала та ветчина, которую невозможно натереть, и я ее нарезала. Можно добавить зелень. Я не добавляю, потому что и предыдущие блинчики, и эти. Рассчитываю, что их будут есть дети, поэтому без зелени. Начиняю и сворачиваю. Оставила блинчики без начинки. Тоже любим со сметаной, ягодным вареньем. Полакомиться блинчики. Останется только разогреть на сковороде, и прекрасный завтрак готов. Для следующих двух заготовок понадобится тесто. Готовим мини-пиццы и сырные ватрушки-шанюшки. В теплую воду добавляю свежие дрожжи, сахар, муку 2 столовые ложки от общего количества, и замешиваю опару. Оставляю на 15 минут, подойти. Можно свежие дрожжи заменить на сухие, тогда потребуется 10 грамм дрожжей. Опара хорошо подошла, теперь замешиваем тесто. Добавляю сметану с растительным маслом, муку и замешиваю тесто. Оставляю в теплом месте на 1 час. Затем делю тесто. У меня будет 6 мини-пицц и 4 сырных ватрушки. Делю, скатываю в шарик и затем раскатываю. Я делаю при помощи скалки, так быстрее можно растянуть руками. Будущие мини-пиццы смазываю соусом. Это социбели плюс сметана, затем добавляю сыр и далее выкладываю все ингредиенты. Ставлю выпекаться при 180 градусах около 15 минут. Уже готовые мини-пиццы посыпаю сыром, остужаю и замораживаю. Для ватрушек также раскатаю тесто. Для начинки соединяю сметану, сыр, соль и чеснок сушеный. Перемешиваю, выкладываю на ватрушки. Также выпекаю при 180 градусах около 15 минут. Для того, чтобы разогреть мини-пиццы и сырные шанишки, разогреваю духовку и ставлю при 180-200 градусах минут на 10-15. Следующая будет запеканка творожная, куда же без нее. Соединяю творог, яйца. У меня остались желтки после приготовления десерта. Его нет в этом видео, просто у меня вот остались желтки. Поэтому добавляю их в сахар, сметану, растительное масло и хорошо все измельчаю. В конце добавляю манку и перемешиваю. Оставляю на 10 минут набухнуть и потом распределяю по форме, в которой буду замораживать. Параллельно сделаю банановый кекс. Его я замораживать не буду, съедим его первым на этой неделе. Бананы, яйца и растопленное сливочное масло соединяем. Добавляем сахар, муку, соль и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Добавляем шоколад. Перемешиваем. Перекладываем в форму. Можно банан, кстати, нарезать. Тогда кекс будет чуть пышнее. Отправляем в духовку на 180 градусов на 30-40 минут. Проверяем готовность пирога на сухую шпажку. Банановый кекс мы съедим первым. А вот запеканку остужаю, замораживаю. Затем просто ставлю в духовку и разогреваю. Ну и осталась еще одна заготовка в этом видео. Мои любимые пончики творожные. Их можно начинять или есть так. Тут вообще все очень просто. Смешиваю ингредиенты, раскатываю в пласт. И вырезаю два круга большего и меньшего диаметра. Посыпаю кунжутом и выпекаю при 180 градусах 15 минут. Остужаю, замораживаю. Перед приготовлением можно разогреть либо в микроволновке буквально 2-3 минутки, либо в духовке минут 10-15. И можно разрезать пополам, начинить рыбкой или ветчиной. Очень вкусно, достаточно полезно. Вот такое видео получилось. Надеюсь, вы что-то для себя найдете, что-то новенькое в этих рецептах. Я напоминаю, что все ингредиенты вы найдете в описании под видео. Встречаемся с вами в комментариях из следующих видео. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока. 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 Продолжение следует...